Ремонт обуви, мороженое и лавки полуфабрикатов. Подобные торговые ларьки заполонили весь город. Их сейчас даже больше, чем нужно, считает исполняющий обязанностью руководителя исполкома Рамиль Мулин. Потому предлагает владельцу вместе с бизнесом переехать в торговые центры, а старые ларьки снести. Найдите возможность, договоритесь с руководителем торгового центра, дать там 2 или 4 квадратных метра, чтобы они туда встали, чтобы это было удобно, тепло, никаких вопросов нет. Надо научить людей, чтобы мы использовали и рынки по назначению, и агропарад по назначению, и торговые центры по назначению. Владельцы и продавцы ларьков относятся к такой перспективе осторожно. Одни считают, что не все потянут арендную плату в торговых центрах. Другие же за бизнес не переживают. Надо оформлять, продлевать каждый год. Ну так-то, конечно, которые стоят уже по 20 лет. Их снесут, и тоже снесут, их просто увезут. Если они стоят на первой линии, наверное, да. А если где-то во дворах, если они работают? Я не знаю, такую аренду, наверное, не вытянут в торговых центрах-то. Потому что у них же не такой оборот идет, а налоги-то большие. Он вон за целый день полтора ботинка зашьет. Ему на чай-то нету не хватит. Какой там аренды ему платить? В Казани убирали же. А потом все равно стали строить. Брали некрасивые, может, старые. Почему бы и нет новые красивые? Постоянки работают. Снесут не все ларьки, только те, у хозяев которых нет разрешения на торговлю. В течение двух недель сотрудники отдела потребительского рынка должны полностью закончить инвентаризацию. Если же владельцы откажутся сносить киоски добровольно, то это будет сделано в принудительном порядке. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР.